Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена. И сказал им Иисус, пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в Средину Иордана, и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. Это действие Иисуса Навина можно расценить по-всякому. Кто-то может подумать, что неуместный призыв сделан был. Цель достигнута. Земля обетованная в вод. Осталось только перейти Иордан. К этому стремились сорок лет. Много было потерь. Много мечтаний. А теперь вот. Теперь нужно быстрее переходить и занимать эти позиции, которые Господь приготовил, о которых пророчества звучали. А Он говорит, задержитесь. И нужно сделать определенное. Взять по камню, не по маленькому камешку, а по большому камню на плечо и понести. И из этих камней сделать памятник. Памятник о Господнем содействии. Памятник о присутствии Божьем, о Его силе, о Его могуществе, о Его присутствии среди Божьего народа. И они сделали. Были определенные трудности, но дело выполнено. Дорогие друзья, поручение Иисуса Навина – это наша нынешняя задача. Нам необходимо собрать вот эти камни, свидетели, чтобы построить Господу нашему памятник. Памятник о Его содействии, о Его милости, о Его присутствии в нашем служении. Священное Писание поручает нам – смотри на действование Божие. Смотри. То есть то, что делает Бог в нашей жизни, в нашем труде, мы не должны забывать. Нам необходимо милости Божьей вспоминать, считать, так мы поем. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы память о Господе не искоренялась в народе Божьем. Это необходимо. Но можно ли не видеть Божье содействие, если Бог делает что-то? Кто-то подумает – нет, невозможно. Если Бог что-то делает, это очевидно для всех. Может быть. Может Господь содействовать, а человек не видеть, не замечать этого совершенно, не обращать внимания на это. Однажды было подобное общение у нас, такого вот масштаба примерно. И после того, как оно закончилось, два дня длилось, подошла одна сестра ко мне, мать девятерых детей. Несколько детей были на этом общении. Она сама не была. Говорит, ты знаешь, Андрей, мои дети почему-то не в восторге от этого общения. И смотрит на мои реакции. А у меня удивление в сердце. Я видел, я ощущал действия Божьей благодати. Какие прекрасные были свидетельства на этом общении. Было покаяние большое. Дух Святой касался сердец. И они наводили порядок в своей духовной жизни. И я удивленно на нее смотрю. А потом говорю, вы знаете, я в большом переживании о ваших детях. Действие Божье очевидно было для большинства людей. Но то, что ваши дети его не заметили, я об этом сильно переживаю. Она стала оправдываться. Да, вот кто-то сидел рядом, и запах табака сильно был слышен. И с ночлегом что-то там неудачно получилось. И все. Вот на что внимание человек может обращать. А действие Божье, его рука, его сила проявлялась здесь, рядом перед глазами. Но взор был закрыт. Человек этого не видел, не понимал. И пустым оказался после этого. Что необходимо для того, чтобы видеть Господнее содействие? Как нам научиться быть внимательными, чтобы не пропускать его действия в нашей жизни, в нашем служении? Первое, на что внимание хочется обратить, это смирение. И нищета духовная. Я расскажу первое благовестие, которое мне поручено было как ответственному. У нас проходил молодежный лагерь. Мы разделились на группы. Примерно 15 групп. Примерно по 15 человек в каждой группе. Выписали поселочки, которые близлежащие. И по жребию делились. Каждый день после обеденное время уделяли благовестию. Одна группа едет в этот населенный пункт, другая в этот. И так вот все было хорошо. Я не был еще тогда рукоположен. Был помощником руководителя молодежи. И, в общем-то, основная моя задача была там, как водителя микроавтобуса. Ну и вот назначена группа на благовестие. И уже распределяется, кто куда поедет. В каждой группе обычно был служитель, благовестник кто-то, или опытный руководитель молодежи. И вот тот брат, служитель, который должен был ехать с нашей группой, он почему-то потерял возможность ехать с нами. Когда мне об этом сказали, поедите сами. Я сразу не поверил, не может быть. Как? Что мы там сделаем сами? Все. Разговоров нет, вопросов не должно быть. И нужно ехать. А у меня противление внутри. Я попытался отказаться от этой поездки. Но так вот руководящие братья веское слово сказали, пришлось ехать. Я сижу в автобусе, еду. А у меня внутри буря. Такое огорчение, ропот на братьев. Что вот они что-то недосмотрели. Какое решение приняли неправильное, что так же не должно. Ведь нужно найти, где собрание провести. Нужно слово сказать такой вот веской, чтобы люди поняли все, что необходимо. И вот у меня такие переживания большие. А мы постепенно приближаемся, приближаемся. И я понимаю, что нужно будет благовестие проводить. И тогда в сердце обстановка постепенно стала меняться. Вместо огорчения стало появляться раскаяние. Господи, прости за недоверие. Прости вот за такое состояние. Прости за ропот. Прости, прости, Господи. Потому что я понимаю, что в таком состоянии не будет никакого успеха. После покаяния началась мольба Господу. Я внутренне вопил к нему. Господи, помоги. Ты видишь немощь мою. Ты видишь вот ту обстановку. Я не знаю, что говорить, как делать, что предпринимать. Ничего не знаю. Господи, пожалей. И так вот просил его о милости. Когда приехали, ну, можно коротко, друзья, сказать. Это было одно из благословенных служений. И место нашлось хорошее. И людей много собралось. И с жаждой слушали Слово Божье. И приглашали на следующий день. Мы на следующий день приехали. И сколько был лагерь, мы ездили в этот поселок. А потом, когда лагерь закончился, мы поручили по местной церкви, которая недалеко находилась. И они ездили, проводили, продолжали там начатое дело. Друзья, какая причина? Смирение, нищета духовная. Господь говорит, сила моя совершается в немощи. Если у меня большой опыт, если хорошая подготовка, достаточная материальная база, то есть одна опасность – оказаться невнимательным к Божьему участию. Его просто-напросто не заметить. Друзья, хорошо, когда мы подготовлены. Хорошо, когда у нас есть все необходимое для благовестия. Хорошо, когда есть смирение, когда есть сознание того, что Господь с нами, что мы на Него надеемся, что Он – наше упование и победа, и слава наша Господь. Тогда Господь обязательно проявит свое содействие, тогда мы будем свидетелями Его милости и благодати Божьей. Следующее условие, мы видим его здесь вот на тексте основном. Они пошли. Когда заметили Господне содействие ученики и окружающие их? Тогда, когда пошли. Раньше, скорее всего, не видели. А когда начался труд, когда они вошли в служение, вот, тогда можно и увидеть Божье участие, Его руку, Его содействие. Писание говорит, начни и делай, и Господь будет с тобою. Господь будет, Он проявит Себя в Своей силе и славе. Когда? Начни и делай. Я начинаю, я что-то делаю, я иду. А Господь свою работу совершает, и Его содействие мы тогда можем замечать. Проводили евангелизацию в дальнем поселке нашего района. Трудная была работа. Во-первых, далеко. Во-вторых, хутор этот был протяженностью примерно 12 километров. Одна улица единственная. Чтобы собрать людей сложно. Мы там поставили палатку и проводили служение. В некоторые места добираться трудно было. Например, в одном месте громадная лужа. Чтобы ее пересечь, нужно было на трехколесном мотороллере на скорость ее проскочить. Но когда мы ее проскакивали, тогда наша внешность имела жалкий вид. И мы брали с собой в пакеты, в полиэтилен заворачивали сменку одежды, чтобы потом уже участвовать. И таким образом трудились. Были противостояния с криминальным миром, бессонные ночи, угрозы и ножами, и огнем, и всем прочим. И так вот Господь дал милость. Работа совершалась. Были покаяния. Три человека после того благовестия стали членами церкви. Мы их посещали после каждого воскресенья между собраниями. Ездили туда. А потом, потом почему-то ослабели. То некого было послать, то слишком много средств уходило на эти поездки, то еще другие причины разные. И постепенно, то вроде бы случайно как-то оставили поездку. Потом это участилось. И в результате больше Господнего содействия в той местности мы не видели. Почему? Он готов был проявлять и делать свое дело, но это наши потери, это наши упущения. Друзья, может быть у вас есть такие места. Там, где Господь готов был проявить свое содействие, но мы его не увидели не потому, что Господь не готов был проявить, а потому, что мы не пошли, потому что мы не делали, потому что мы не работали. Последнее. Чуткость голосу Духа Святого – это тоже необходимое для того, чтобы проявлять внимательность к Его содействию. Господь посылает нам нередко возможности неожиданные, которых мы не готовились, не ожидали. Одна сестра свидетельствовала, работала на большом заводе, автозавод. Там тысячи людей трудятся. И вот, говорит, однажды происходил ремонт радиотрансляционной линии, и на моем рабочем месте оказался микрофон. Он включен был в общую сеть. Она говорит, я не знаю, почему он оказался на моем столе, но решила сразу же возможность эту, которую Господь дал, использовать для ее славы. Она взяла микрофон и запела «Иисус, Твое имя выше горных пиков и всех имен». Спела первый куплет, там уже с конца цеха шум, крик, люди бегут, пытаются остановить. Она допела до конца этот прекрасный гимн. «Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту». Вот эта возможность, короткая, редкая, она сочла, что Господь ее дал. Ее нужно использовать, и Господня слава проявилась тут же, незамедлительно. Возможности эти не всегда бывают кстати. Они не обозначены в планах нашего благовестия. Мы недостаточно подготовлены к ним, бываем к таким моментам, обстоятельствам. Но чуткость голоса Духа Святого – это проявление внимательности к Господнему содействию. Оно имеет благословенные последствия чаще всего. Один день перед отъездом моим сюда звонит брат. Недавно он уверовал, полковник в отставке, и просьбы выражает. Наши друзья хотят и зовут вас на похороны. Умер отец у них, 82-летний. И они хотят, чтобы верующие похоронили. Потому что он жил раньше в Брянской области, и там ходил в детстве на собрания. Ну, в общем, какое-то отношение к баптистам имеет. И такое выразили желание дети. А я понимаю, что не кстати. Я до этого месяц не был дома, в церкви. И остается последний день, и у меня много планов, и здесь такая просьба. Сразу я не смог ответить «да». Повременил, а потом понимаю, что нужно соглашаться. Собрал молодежь, подготовились группой. И один час времени благовестия – наш. Пришли на похороны, собрались люди там. Люди, в общем-то, знать городская наша. Там и из администрации местной, там самые богатые люди города. И вот они стоят здесь, вокруг гроба, и готовы слушать то, что мы будем говорить из Слова Божьего. Это возможность редкая. Потом уже в конце я оцениваю, благодарил Бога за то, что Он такую возможность дал. Что Он благословение свое послал. Проводилась часть служения. В конце предложили Евангелие получить, журналы, вот последний вестник истины для благовестия. Я только объявил, а сами дочери, семь детей у этого дедушки было, они сами взяли эту литературу и стали разносить. Я думаю, как хорошо, что они мы, что они сами от них примут. И приняли люди. И благодарили, попросили, чтобы не оставляли мы их, чтобы побыли на кладбище и потом в столовой. Мы побыли, да, это были похороны с большими почестями. Там были салюты, несколько залпов таких вот с воинской части привезли все необходимое. Там были собраны медали этого человека. Там был портрет, где маршал Жуков вручает ему какое-то поздравление этому дедушке и так далее. После, когда уже были за столами, было предложено еще сказать слово какое-то. Мы знаем, какое слово Господнее. И слава Богу, друзья, я так думаю, эти люди не приходят чаще всего в молитвенные дома, чтобы послушать. Если приходят для того, чтобы препятствия создавать. Эти люди не бывают обычно в палатках для благовестия, а здесь они слушали Слово Божье. Здесь они приняли его в свой дом в виде Святого Евангелия. Друзья, это Господнее содействие. И слава Богу, что так бывает в нашей жизни. Дорогие друзья, в заключение хотелось бы сказать, чтобы мы старались быть особенно внимательными и наблюдали милость Господню, Его содействие, и были всегда благодарными, когда Он проявляет участие в жизни, в служении Ему. Что для этого необходимо? Мы говорили сейчас, нужно смирение, нужно понимание своей нищеты, понимание и сознание, что Господь – сила наша и упование наше. Чтобы нам трудиться, прилагать определенные силы, совершать определенные действия, и чтобы иметь чуткость к голосу Божьему, когда Он побуждает нас что-то делать, даже то, к чему мы не готовы. Мы сейчас помолимся перед Господом. Аминь. Спасибо.